Можно ли решить важные проблемы с помощью ваты? Об этом рассказал Айрат Демиев. Вся прелесть нашего изобретения заключается в том, что мы придумали метод разделения углеродных нанотрубок, который одновременно и эффективен в стоимостном выражении и масштабируем, ну, будем говорить, до бесконечности. В чем причина нашествия комаров и как с ними бороться? Несколько видов из рода Эдос. Эдос переводится на русский «кусака». Соответствующее название. В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета хранится наследие Максима Горького. Вот это запрещенное издание «Весенние мелодии, фантазии», вышедшее в 1901 году. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Энджеми Небаева. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с руководителем Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан Тимуром Ядгаровым. В связи с тем, что Казанский университет реализует схожие с Банковско-финансовой академией Узбекистана профильные программы, в рамках встречи обсуждался вопрос организации совместных образовательных программ, в частности, программ магистра делового администрирования и двойных дипломов бакалавриата и магистратуры. Ученые лаборатории перспективных углеродных наноматериалов Химического института имени Бутлерова Казанского университета разработали экономичный и высокопродуктивный метод разделения одностенных углеродных нанотрубок. О том, как можно решить важную проблему человечества с помощью ваты, в нашем следующем сюжете. Начнем с того, что же такое углеродные нанотрубки. Это макромолекулы, которые можно сравнить с ниточками или проволоками. Их длина значительно превышает их диаметр. Нанотрубки, можно сказать, растут, как, например, растут волосы. Из маленькой частички катализатора вырастает длинная нанотрубка. Вся прелесть нашего изобретения заключается в том, что мы придумали метод разделения углеродных нанотрубок, который одновременно и эффективен в стоимостном выражении, и масштабируем, ну, будем говорить, до бесконечности. Здесь пределом масштабируемости является только диаметр колонки, на которой мы ее делим, и ее длина. То есть не ограничено практически ничем. В качестве наполнителя для колонечной хроматографии ученые Казанского университета стали использовать обычную хлопковую вату, которая продается в любой аптеке. Гель, проникающий хроматографией, который используется в существующем методе разделения нанотрубок, представляет собой структурированный гель на основе агорозы, то есть полисахарида. Но какие есть полисахариды, более доступные. Над этим вопросом задумались ученые КФУ. Одним из наиболее известных полисахаридов является не что иное, как целлюлоза. Вот древесина – это на 70-80% целлюлоза. А природная целлюлоза в ее наиболее чистом виде – это не что иное, как просто хлопок. Вот хлопок, если с его волокна смыть небольшое количество восков, которое составляет, может быть, 1-2, максимум 3% по весу от всего хлопка, это не что иное, как природная целлюлоза, природный полисахарид. Необходимо было изменить структуру волокна хлопка таким образом, чтобы молекулы поверхностно-активного вещества по-другому выстраивались на его поверхности. Обработав вату смесью азотный и серный кислот, на поверхность волокна стали садиться нитрогруппы. Этот процесс называется нитрованием. Результат превзошел все ожидания. Эффективность деления нанотрубок была заметно улучшена. По словам Айрата Демиева, разработанный метод позволит создать технологию разделения углеродных нанотрубок для использования на производстве. Тогда уже можно будет говорить о создании новых функциональных материалов для электроники, фотоники и других сфер деятельности. Джимми Небаева, Фарид Захидоглы, Универньюз. Директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета Дмитрий Чекрин рассказал «Бизнес онлайн» о том, как помогают медперсоналу избегать врачебных ошибок и выращивать специалистов экстракласса, которые зарабатывают от 150-180 тысяч рублей. По словам Дмитрия Чекрина, конверсия и разработка в готовый продукт – одна из ключевых задач. За последние три года силами и в МИД, а также Института физики и Инженерного института, удалось получить финансирование и запустить в серию 21 изделие. Также директор Института назвал пять причин поступить в Институт вычислительной математики и информационных технологий. Полностью интервью можно прочитать на официальном сайте «Бизнес онлайн». Дачники, туристы да и жители крупных городов этим летом едва успевают отмахиваться от вездесущих комаров. В чем причина нашествия и как бороться с кровососами, выяснял наш корреспондент Елизавета Никитина. Обычный сезон комаров связывают с летом, но на самом деле он начинается значительно раньше и может продолжаться еще несколько месяцев осени. Температура играет главную роль. Комары активизируются, когда ночная температура достигает отметки плюс 10 градусов. Как только температура начинает расти, количество комаров резко возрастает. Самый пик приходится на конец мая-начало июня. Так сколько же живет средний комар и где их можно встретить чаще всего? Если самка комара насосалась в крови после оплодотворения самцом, она откладывает яйца в воду и в принципе она после этого через очень короткое время умирает. В среднем комар где-то он живет не очень долго, то есть это 2-3 недели. Специалист уточнил, что больше всего комаров там, где они размножаются и где развиваются их личинки. То есть рядом с болотами, стоящими в доемами, особенно неглубокими. Поэтому если рядом с дачным участком находится заросший пруд, то комаров всегда будет достаточно много. При этом комаров различают по видам. В городе и за городом это два разных вида комара. В городе это нас беспокоит комар-пескун. Он приспособился к жизни в городе, так называемый стал синантропом. Синантропы это живые организмы, которые живут около человека. Максимальная продолжительность жизни комара-пескуна 48 дней. Размер тела достигает от 3 до 7 миллиметров. Что касается загорода, особенно в лесу, там другие виды комаров. Это вид из рода, виды, несколько видов из рода эдос. Эдос переводится на русский кусака. Соответствующее название. Есть ли польза от комаров и нужны ли они человечеству? Как благодаря укуса комара мы участвуем в цепи питания? Комары кусают нас, сосут нашу кровь. Потом этими комарами питаются очень многие виды животных. Это и птицы, и насекомые, и летучие мыши. Соответственно, мы тут хоть как-то участвуем в этом общем процессе, в цепях питания, которые происходят у нас в экосистемах. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюс. 18 июня исполняется 85 лет с момента смерти известного русского и советского писателя, поэта, драматурга Максима Горького. Его наследие хранится в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Все подробности далее. Биография Алексея Пешкова, прославившегося под псевдонимом Максим Горький, тесно связана с Казанью, ведь именно здесь он совершал свои первые творческие шаги. В 16 лет он сюда переехал, чтобы поступить в Казанский университет. Но после неудачи работал на пристаних, где и познакомился с революционно настроенной молодежью. В свободное время пробовал себя в роли писателя. Его первые прижизненные издания, написанные под псевдонимом, хранятся в фонде научной библиотеки имени Лобачевского. Алеша Пешков выбрал этот псевдоним довольно рано. И уже под этим псевдонимом, правда сокращенно, появляется один из первых его рассказов в газете «Волжский вестник». В 1893 году, 4 сентября, с довольно длинным названием, ОЧЖ и так далее. То, что потом вошло в литературу под названием «О молодом поэте». Снизкав большую славу и известность, издания Максима Горького превратились в многотомные собрания произведений. В фонде библиотеки находятся его признанные труды, в числе которых Макар Чудра и Коновалов. Казанские рассказы передают тяжелые страницы жизни в городе. Здесь Горький переживает непростой мировоззренческий кризис и даже пытается покончить жизнь самоубийством. В нашем фонде тоже есть газета, где рассказывается об этом трагическом случае, как он, так сказать, неудачно стрелялся и как его спасли в нашей земской больнице. В библиотеке КФУ хранятся и цензорские экземпляры, в числе которых рассказ Горького «Весенние мелодии», запрещенный в дореволюционный период издание, вышедшее в 1901 году. «Запрещено было, потому что здесь тоже своего рода фильетон, где он, ну, например, вот мы даже, если мы видим, да, я надворный воробей, да, то есть явно, что это аллюзия к различного рода чинам Российской империи, да, надворный советник, а вот здесь он, так сказать, надворным воробьем себя величает, да, то есть запрет был во многом именно потому, что очень критически, да, представляется вот эта придворная среда». Ознакомиться с трудами Горького могут посетители библиотеки в ее рабочие часы. Диана Жилинкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом все. В студии была Энджи Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова